Всем привет! Сегодня поговорим о новинках косметики от Essence. У меня накопилось их очень много, в частности поговорим о нашумевшем радужном хайлайтере. Посмотрим, что такое их новая сборная палетка теней. Протестируем самую матовую и стойкую тональную основу. Разберемся с их консилерами из новой хиппи линейки. И даже попробуем татуировки для волос. Ну что, давайте начнем с тональной основы. И сегодня мы будем тестировать вот эту вот малышку, которая называется Instant Matte. И по сути это супер стойкая матовая основа. По классике жанра предлагаю ее нанести на одну половинку лица и посмотреть степень покрытия. И конечно же мы видим, что цвет не совсем мой. Вообще не суть какой у нее цвет. Нам важно протестировать ее качество. Ну я нанесла по-моему очень уж много. Ее нужно прям капелька-капелька. Тональная основа прям очень плотная. Очень-очень практически грим. Кстати, неплохо будет смотреться для съемок. Она не бликует, она матовая. Перекрывает все, что только можно. Тональная основа очень быстро впитывается, подсыхает. Поэтому старайтесь двигать ее и распределять как можно быстрее. Иначе потом она хватается прям намертво. Ну что, основа нанесена на одну половинку лица. И я думаю разницу прям очень сильно заметна. Здесь щека практически как яичко. Она гладкая, однотонная. Но ближе к носу начинается тотальный капец. И несмотря на то, что я перед этим наносила сыворотку, шелушения никуда не исчезли. Еще и подчеркнулись тональной основой. Но на носу прям все кусками. Мне кажется, это идеальная основа для жирной кожи. Но не такой, как у меня, которая по сути сухая. Еще какая-то капризная сегодня. Давайте попробуем на вторую половинку лица нанести ее с помощью смоченного спонжа. Посмотрим, получится ли у меня покрытие более тонкое. По консистенции тональная основа похожа, как будто в крем для лица добавили пудру минеральную. Вот. Вот это то, что нужно. Шелушинок уже нет. Отлично. Вот теперь прям очень красиво. Покажу вам разницу. Посмотрите, какая здесь красивая кожа. Здесь тоненькое покрытие. Идеальное перекрытие. Ни синяков, никаких покраснений возле носа. Ничего нет. Все скрыто. И нанесение пальцами. Там, где все кусками. Вот тут вот шелушинки, какие-то неровности. Тут вообще непонятный кусок какой-то. Вывод. Если у вас жирная кожа, можно наносить пальчиками или кисточкой. Если у вас сухая кожа, как у меня, с шелушениями и неровностями, наносим смоченным спонжем. Дальше переходим к консилеру. Конечно, с таким покрытием его можно и не использовать. Но я прям очень горю желание его попробовать. Потому что это их новинка из серии Life is a Festival. Такая слегка в стиле хиппи. Посмотрите, какая здесь красивая упаковка. Крышечка, декорированная цветочками. А сама палетка в виде розового знака мира. В палетке три консилера. Один розовый, второй более темный бежевый и третий нюдовый. До чего же нам нужны все эти цвета, спросите вы? Давайте разбираться. Розовый оттенок у нас по принципам цвета коррекции нейтрализирует синеву. Им можно скрывать какие-то синячки под глазами, а также проступающие венки. Давайте попробуем нанести его под глазки. Ух, ярко розовый. Наношу непосредственно там, где у меня самое темное пятнышко. Очень легенько, прям безымянным пальчиком легко-легко дотрагиваюсь. Вау! Я, честно говоря, в шоке. Я не знала, что будет такой эффект. Как будто синякови не было. Я в шоке просто. Ну, это красиво. Мне нравится, что эта вещь не липкая, не скользкая. Она быстро вбивается в кожу и сразу же моментально застывает. Два остальных оттенка. Это стандартные консилеры. Один светленький более для моего цвета кожи и второй темненький для более загорелых мулаток. Хотя это консилеры, но вообще этот темненький можно использовать для коррекции. Например, носа или скул. Давайте возьмем светленький оттенок и нанесем возле носа, например. Вообще мне даже маскировать нечего. Тональная основа перекрыла все у меня. Цвет, я бы сказала, адаптивный. Я прям довольна сейчас своим лицом. Немножко блестит, но учитывайте, что я наносила мокрым спонжем. Да и на меня сейчас светит одновременно 8 лампочек. Мне сейчас абсолютно комфортно в этом тоне. Нет эффекта маски, лицо не липкое, покрытие не толстое. Для макияжа глаз сегодня будем использовать особенную вкусняшку. Это вот такая вот наборная палетка теней. Что означает наборная, спросите вы? Дело в том, что у Essence продается вот такая вот пустая палетка без рефил теней. Есть на 4, как у меня, оттенка, а есть на 8. А потом вы уже в зависимости от своих вкусов и потребностей можете собирать оттенки сами. То есть на выбор у вас есть 20 оттенков теней, таких вот однушек в рефилах. Там есть хайлайтеры румяна и даже пудровые помады. То есть вы можете собрать все, что вам нужно в одну палетку. В частности, у меня есть 4 оттенка теней. Я их расположила от светлого до самого темного. И давайте рассмотрим их поближе. Первый самый светлый оттенок номер 05 называется Cotton Candy. Это красивый светоотражающий хайлайтер с серебренно-розовым подтоном. Второй цвет в рефиле выглядит как песочный. Но на сводчах это определенно розовое золото. Это номер 08 Pitch Party. Персиковая вечеринка, если хотите. Очень красивый, если используют как хайлайтер. Создает эффект мокрой кожи. Следующий оттенок у меня под номером 06 Raspberry Frosting. Замороженная малинка. Вообще мне больше похоже на замороженную клубничку. Ну да ладно. Цвет просто очень красивый. Нежный такой розовый. Абсолютно девчачий. Когда он новый, присыпан серебряными блестками. Ну после нескольких сводчей у вас выходит сатиновый оттенок. И следующий оттенок номер 18 называется Black As A Berry. Это цвет переспевшей черешни. На ощупь мне нравится он больше всего. Такое чувство, что вы пальчиком трогаете тучку. Ну что, давайте приступим к макияжу. Первым я нанесу вот этот вот персиковый оттенок на все подвижное веко. Он больше всего подходит под цвет кожи. И выходит таким вот базовым. На глазах он как будто цвет шампанского. Блестки не крупные, но это и не сатин. Дальше я возьму самый темный оттенок. Вот этот вот ягодный. Очень аккуратно нанесу его на кисть. Сразу собью остатки, потому что цвет очень пигментирован. Я прям очень боюсь. И буду рисовать им стрелочки. Теперь хочу растушевать их немножечко по складке. Хочу прям такую ягодную дымку. И у меня новейшая века, поэтому любой макияж на мне смотрится странно. Не удивляйтесь. У вас должно быть это мега красиво. Растушевываться очень легко и просто. Даже дополнительного цвета не нужно. Они сами с собой прям как будто хотят смешаться. Ну что, у меня получилось практически смоки. Но вы знаете, если я тестирую палетку, я пытаюсь попробовать все цвета. Поэтому я хочу взять вот этот вот оттенок замороженной малинки. И нанести его на центр подвижного века. Пускай здесь будет больше цвета. Ооо, прям очень вкусный цвет. Мне напоминает какие-то карамельные конфетки ягодные. Или замороженный сок. Сразу такая получается нежнятина. Ну что, у нас остается последний светлый оттенок. И как вы думаете, куда я его нанесу? Конечно же, на внутреннее веко. Нам прям очень этого не хватает. Тем более цвет интенсивный, подсвечивающий. Практически хайлайтер. Ох ты ж, ё. Это просто чистый блик. Сейчас буду блистать, как новогодняя елка. Я прям не ожидала, что так перенесутся они на глаза. Закончить макияж глаз я хотела бы вот такой вот тушью от Essence. Это новинка, которая называется Volume Stilist. Вы помните, я тестировала уже такое в предыдущем видео. Но у меня была она с каким-то воском. Она мне, в общем, не понравилась. Там не работал дозатор туши. То есть он не вытирал остатки с кисти. А эта версия у нас с легкими частичками фибры. То есть мы будем смотреть на удлинение. Посмотрим, работает ли здесь у нас дозатор. Ну, неплохо. Но все-таки я сниму остатки. Я сейчас очень волнуюсь, потому что вы знаете, как я отношусь к тушам от Essence. Это определенное разделение и удлинение. Ну вот, как вам эффект? Пока неплохо. Я тут это, немножко увлеклась и сделала практически эффект накладных ресниц. И я не могу сказать, что это мне не нравится. Но более-менее получилось у них, да? Посмотрите на эту длину ресниц. В отличие от первой версии, они не утяжеляют ресницы. Это важно. И пока что держат изгиб. Макияж глаз в прямом смысле слова получился сияющим. Но я вам обещала протестировать новый хайлайтер. Хайлайтер называется Prismatic Rainbow. И мне кажется, это самый успешный хайлайтер этого бренда. Он очень запоминающе выглядит. Похож на разноцветную радугу. Здесь у нас 4 цвета. Коралловый, персиковый, желтый и голубой. Конечно же, при одном прикосновении, это все цвета смешиваются. И у вас выходит такой очень деликатный, сияющий хайлайтер. С таким слегка персиковым подтоном. Я буду использовать, как всегда, пушистую кисть. Смешиваю все оттеночки. Готовы? Вот чего не хватало в этом макияже. Очень красиво. Можно выдыхать. Прямо меня слепит. Я не вижу даже, куда мне дальше наносить-то. Да, то, что нужно. Он, кстати, теплого подтона с золотыми частичками. В отличие от вот этого вот серебряного холодного. Так, куда, куда, куда еще нанести? Так, давайте попробуем на спинку носа. Хочу под бровь. Хочу под бровь. Я знаю, что это, по-моему, не модно уже, но я хочу. Еще, еще. Если меня не остановить, я сейчас всю кожу разукрашу хайлайтером. Надо передохнуть, успокоиться. Достаточно хайлайтера. Алена, хватит. Ну что, с макияжем мы закончили. А это означает, что мы переходим к волосам. Вы помните, я вам говорила о линейке Essence Life is a Festival? В тематике хиппи у них появились вот такие вот татуировки для волос. Я сейчас буду пробовать их впервые. Никогда в жизни такое не пробовала. Что же это такое? Здесь у нас в наборе три вот таких вот картоночки. На каждой из них по два узора. Вот эти вот узорчики можно переносить на волосы. То есть на какую-то определенную прядь. Работают они, по сути, как вот эти вот татуировки для кожи. Ну, вы помните, те, которые в жвачках были. Итак, первым делом мы выделяем небольшую прядь волос. Расчесываем ее и сбрызгиваем лаком для волос. Берем нашу татуировочку. Кладем рисунком к волосам. Теперь я беру воду и смачиваю хорошенечко всю полосочку. Старайтесь делать это равномерно. Татуировку плотно прижимаем пальцами к волосам. И начинаю снимать бумажку. Как видите, эффект на лицо. Я прям очень счастлива. Я решила не выравнивать волосы, а наоборот подкрутить их немножко плойкой. И сделать вот такую вот прическу. И тут я увлеклась и решила сделать татуировочку себе и на руки. Ну, типа браслетика. Как по мне, получилось слегка с таким греческим акцентом. На этом все. Вот такие вот покупки косметики Essence у меня были на этот раз. Если это видео было вам полезным или интересным, не забывайте поставить пальчик вверх. Внизу под этим видео мне будет очень-очень приятно. И дико меня мотивирует снимать такие видео чаще. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok